Уважаемые дамы и господа, уважаемые парнищики, встречайте, дайте у группы поддержки, амблик, айс юборс. Веханин действительно очень хороший, сыграл свой третий сухарь в предыдущем матче, поэтому он сегодня в воротах, начинает составы команды гостей, как всегда, здесь у вторихи передачи. А в свободную зону здесь уже, это в барьбу, с этим его. Азоведово перехватывает шайбу, Азоведово бросает в штанга, спасает сейчас команду хозяев. Сразу после штанги. Да нет, нет, и до штанги, нет, этот отрезок где-то так в середину периода, уже минуты четыре, вот он подошел на момент, не попадает в створ игрок Лива. Четыре в три организовать. Вот ничего не попытались, Зенис, ничего не попытались, очень медленно, очень медленно, в том-то и дело, от места отбора они должны были сейчас бежать на высокой скорости, ничего этого не было. Вот сейчас получится, перелом Мазякин и выручает свою команду Веханин вновь. Атака в 3-2 в этот момент Лев смену проводил, на Мазякина игрока не хватило. Вот здесь еще и без Клюшки игрок Лива. По-моему, Черенков Клюшки отбил эту шайбу Веханин. Перевел за ворота и продолжают, продолжают контролировать магнитогорцы шайбу в чужой зоне. Вновь Клюшков, Диткин помогает. Отброситься не получается у Льва. Терещенко борт закрыл. Готово! Гол! 1-0! Счет открыт и это Богдан Потихин! Первая шайба магнитогорского металлурга в этом финале, в этой серии. Богдан Потихин ее забрасывает. Понятно, что они проигрывают и теперь им надо стараться там счет сравнять. Но вот этот вариант, когда Лев пропускает первым и выход 1-0. Мазякин с неутопной здорово бросал ближний угол. Бирн будет первым, конечно, на шайбе, но так просто ему вывести не дадут. Из своей зоны шайбу. Классно разыграно! И... Удаление будет у магнитогорского металлурга. Булит! Ну, мы, в принципе, все видели и на повторе еще раз посмотрим. И сейчас Михаил Жепик будет пробовать еще сравнять. Все, фишки расставлены, ставок больше нет. Жепик. Против Кошечкина не реализует Михаил Жепик этот страшной бросок. Удался положить голкибера и с неудобной руки над щитком отправить шайбу. Перевод в центр в направлении Ридерова. Мазякин входит в зону без поддержки партнеров. Коварш по противоположному флангу. Просред центр Назарикова и подбирает шайбу. Останет на Жекину. Гол! Великолепно разыгранная комбинация. И счет 2-0. Да, все было разыграно как панот. По-другому и не скажешь здесь. Действительно, ролик композиторов вся тетерка находящаяся сюда не так просто была. Да, расчертили, что называется. Сергей Мазякин шикарную передачу, конечно, отдал. Определенная доля критики и немалая после первого матча в адресе всего первого звена. Шайба остается в зоне Льва. Мазякин на Зарипова. Зарипов на Коварша. Антипин ищет момент, чтобы получить передачу. Бросок! Ловается Клюшка. И гол! 3-0! Казалось бы, все. Момент совершен. Ничего подобного. Ян Коварш расторопнее всех оказался на добивании. Забыли его на данном штатке. Рядом с ним даже близко. Нащитников не было. И Ян Коварш с подобными моментами привык пользоваться в полной степени. Уже металл Казабольский. То есть, действительно, зарядки были. И в этом компоненте тоже Мазяки. В центре делал передачу. Зарипов не успел сместиться. А Собара зону закрывает. Зарипов. Коварш мог. И обязан был делать счет 4-0. Но вверх один. А это первая звенок. А это первая звенок. И знаешь, я все-таки вот... Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это еще большее подтверждение. Шутак, Сергей Мазякин. Гол. Передача. Зарипов 2. Гол. Передача. Коварш бы не... Еще один момент. На пятаке шайба. Векланина вытеснили из вратарской зоны. И там шайбу он вынужден был уронить. Но последовало свисток. И вновь в разборке в силовой манере. А мне важно со стороны Евгения Тимкина. Да, пока Коварш без набранных очков. Вместо Коварша вот в этих двух комбинациях Крис Липа участвовал в мере стативной передачи. По крайней мере в онлайн. Третья шайба Коварша забросит. Но как бы да. Как бы да. Евгений Тимкин составит сейчас компанию. Тиму Брэнду. В середине периода пробития пулита. Да, Евгений Тимкин там задерживал Ржакин. Но по большому счету вот неравные составы бросок блестящийся и Василия Кошечкина. Магнитка атакует. Коварш отправляет на лед Мянпиал. Вылетает шайба на пятак. Коварш туда сразу не успел ли бросать от Синий. Мазякину не дают добивать. Мазякин за воротами. Классно как все сделано. Коварш не попадает по воротам. Коварш один остался там. Бросок от Синий. Лилийко! Голл! 4-0! Сергей Мазякин уже с ленточки по сути отправил шайбу в Сехло. Но как-то раскляпно вышел Лев. В первой же смене пропускать гол не есть. Хорошо тем более когда тебе нужно отыгрываться. И очень много ведь моментов было. Сейчас 3-4 момента подряд. Не торопливо очень владеет шайбой Лев. Менте. Хорошая передача! Хлопсу на бросовку! Азаведо! Джастин Азаведо сегодня угодил в штангу. Вот этих же ворот, кстати, теперь отправляет шайбу в тот же угол, к которому эта штанга и принадлежит. Да, видимо, зря мы так много говорили о предполагаемом матче на ноль. Шатау Тикошкина. Он не случился. Джастин Азаведо! И команда играет 4 на 4 сейчас. Но это не важно. Остается всего лишь 5 секунд до финальной сирены. Выше ворот. Выше ворот Веханина. Бросок следует. И все. 4-1. Второй матч серии. Металлург перед своими родными трибунами провел по-другому и получил абсолютно другой результат. 4-1 победа здесь и 1-1 счет в серии. Определяющим стал второй период, где магнитка Триша подгрузила ворота Петри Веханина. Сегодня действительно абсолютно по-другому выглядела команда Майка Кинона.